Зухра Акбаровна – хаджам с 10-летним стажем. В Кыргызстан наша героиня приехала из Уфы, чтобы поделиться своими знаниями и провести мастер-класс по процедуре хиджама. То, что я имею большой опыт, да, аль-хамду-ли-лям, вообще я пришла к этой процедуре, ну, говорила, да, то, что у меня у самой болел сын. И через это я глубоко очень начала изучать, не так любительски, а именно я пришла к этой процедуре через боль, и мне хотелось бы, чтобы я могла проводить эту процедуру профессионально, хорошо, качественно. Человек, который будет проводить процедуру хиджама, он должен полностью разбираться и понимать, как же помочь своему пациенту. Вот не просто так пришел, да, поставил банки, отпустил, все. Нет, обязательно нужно осмотр, собирать анамнез, то есть, что беспокоит человека. Может быть, вообще ему нельзя будет делать хиджамы. Вот такие моменты, вот, на мой взгляд, это самые главные. То есть, анамнез, правильная постановка банок, стерильность в первую очередь, ну и, конечно же, правильные насечки. Также Зухра Акбаровна рассказала о полезных свойствах хиджама и о комплексном подходе к данной процедуре. Хиджама, такая процедура, знаете, она очень хорошо влияет на наш организм, именно на лимфатическую систему. Лимфатическая система – это как можно сравнить, как пылесос, который убирается дома. А наш организм – это дом. Если дома порядок, то и все счастливы, да? Также наш организм, если он в порядке, лимфатическая система хорошо выполняет свою работу, прочищает весь мусор и выкидывает наружу, то мы не будем болеть. Ну и, конечно же, вообще очень хорошо влияет на общее состояние, да? Когда мы, например, делаем хиджаму, на голову очень хорошо помогает при стрессовых ситуациях. Были такие даже примеры, где мои пациенты приходили и говорили, что очень сильные головные боли, жить неинтересно, яркие краски жизни уже как бы не существуют. А когда приходили и делали хиджаму, именно на голову, бывало такое даже, у них жизнь полностью менялась в лучшую сторону. Честно скажу, что хиджама хорошо, прям хорошо влияет на женские заболевания. Почему? Потому что я как бы женщина, я только занимаюсь женщинами, пациенты в основном приходят именно с такими недугами, как бесплодие, да? Проблемы по женской части полностью, стазовую областью. При щитовидных заболеваниях очень хорошо помогает. Головные боли, остеохондрозы, грыжи, протрузии и так далее. То есть все это можно лечить с помощью хиджамы и другими процедурами, чтобы они дополняли друг друга. Хиджама – это не панацея. То есть не только хиджаму нужно делать и все. Нет. То есть нужно дополнять, например, витамины, правильное питание, БАДы, процедура хиджама, висцеральная практика, да? Герудотерапия и ряд других процедур. Если это все совмещать, будет очень круто, очень классно, и человек реально будет оздоравливаться и будет становиться здоровее. Интерес Кыргызстана у нашей героини появился еще задолго до поездки. Почему Кыргызстан? Потому что мне захотелось самой побыть здесь. Так как я вообще живу в Уфе, в Башкирии, но я очень часто летаю в Москву. У меня там процедуры, у меня там обучение также. И я там заметила очень много Кыргызстан, реально очень много. Один раз я попала на какой-то спектакль, не помню, ну, исламский как бы. И там нереально было очень много именно вашего народа. Я думаю, так. Тогда уже я поняла, что нужно как бы съездить в вашу страну, просто посмотреть как бы ради интереса. А еще у меня отсюда есть ученики, которые обучились онлайн. Мои ученики как бы просили вживую тоже встретиться, обучиться, пройти практику. По словам Зухры Акбаровны, Кыргызстан ее очень впечатлил. Понравилось все. Вот все. Город чистый, зеленый. Из Кули вообще-то так классно там отдыхать. Реально это милость Всевышнего, что Аллах Супан Анатольев для вас создал такую землю. Реально очень круто. Машалла Баракала. Вот. Понравилось все. И люди очень такие доброжелательные, очень приветливые, гостеприимный народ. В планах Зухра Акбаровна приехать в Кыргызстан еще раз. С одной процедурой, как бы, многие заболевания же они не уходят. Нужно проводить курс лечения, чтобы добиться какого-то результата. Так как у меня здесь есть теперь пациенты, здесь есть у меня теперь очень много знакомых. Я бы хотела посещать эту страну, приезжать обязательно и проводить вместе время и, конечно же, лечить своих пациентов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!